Всем привет, вы на канале Steven Games и сегодня, продолжая играть в игру Injustice, у нас будет немножко нестандартный выпуск. Да, сегодня я, наконец-таки, немножко подумал над командой и решил собрать что-то интересное, возможно, интересное для многих. И вот она, Superman Injustice 2, Raven и Чудо-женщина на заре справедливости. Я этой командой сыграл не один раз в битвах по сети. Когда-то я проходил полностью эпическую битву, когда-то сливался, опять же, на последней битве. И один раз даже было, что слился на третьей битве, но это всего лишь один раз. И, по большей части, по моей вине, я потерял Raven сразу же, потому что не успел заблокироваться. Иногда такие случаи бывают, конечно же, и от них никто не застрахован. Но, все равно, эту команду мне бы хотелось продемонстрировать, возможно, о ней кто-то знает, потому что довольно часто, все же, я ее встречаю в битвах по сети, и я решил ее собрать. Давайте на нее посмотрим, оценим ее, и, конечно же, вот сейчас я могу сказать вам, что я был атакован три раза, и все эти три раза я проиграл. Да, обидно, конечно, то, что эта команда все равно сливается, но экипировка у нее просто бомба. У меня на основном аккаунте, да, на том основном аккаунте экипировка, такой никогда не было, скажем так, сразу. Что ж, Injustice Superman, криптонитовый боевой костюм на восстановление здоровья при спецприеме 2, Шаншир Рассальгула на увеличение основных атак на, по-моему, 70%, плюс дает 1 очко силы, в общем-то, тема. И Жезл, здесь я, конечно же, уже прочту, потому что с Жезлом я, по сути, никогда не играл, но приносит он очень много интересного. Усиление урона первой особой атаки, второй особой атаки на 30%, увеличение набора силы на 20%, ну и 10% дополнительного урона добавлено к особым атакам. Я думаю, это довольно интересно, потому что, если Супермен и так наносит при спецприеме 1 и спецприеме 2 суперский урон, то с Жезлом он будет это делать гораздо лучше. Что ж, и, конечно, остается два персонажа. Один персонаж, опять же, работает, по сути, как дамажер, ворует здоровье. И я думаю, вы знаете, о ком это я, это Рейвен. И Рейвен лучше всего ставить первой. У меня она ставит второй, потому что я буду сейчас играть этой тимой, а когда играется против ботов, лучше ставить ее первой. Вот как-то так. Почему? Я точно не помню, но сейчас попробую вам объяснить. Демонический плащ, увеличение набора силы на 18%, 30% нанесения критического удара и 30% вероятности в империзме при второй особой атаке. Посох загадочника, увеличение максимального здоровья на 35%. Ну, в целом, здесь самое важное, это, наверное, то, что она исчезает при нанесении первой особой атаки. Усиление критического удара. Вот, из-за плаща, по-моему. Да, 20% шанс оглушить при смене, поэтому я ее поставил второй. Потому что тогда я выпускаю, да, выпускаю Рейвен, и, возможно, есть шанс то, что оглушит соперника. То, что мне и надо. И увеличение урона на 200% против оглушения. Вот как-то так. Довольно интересная тима. И я вам скажу одно. Она может победить любую, любых персонажей. Главное, правильно ей как-то сыграть. Все же, у меня это когда получается, когда не получается. В общем-то, все зависит от удачи. На заре справедливости и чудо-женщина здесь, по сути, сборка четвертого мира. И самое главное, это меч Афины. Она по-своего рода хилкой работает. Такой особой атаки чудо-женщины приводит в действующее набор здоровья группы, что приносит эффект лечения на 50% после урона от особых атак. Да, она по сути хилка. Но я часто, очень часто забываюсь про нее и про ее пассивку, что иногда просто этой хилкой не пользуюсь. Да, она есть. Вроде бы я играю чудо-женщины. У Супермена мало здоровья. Но я совсем забываюсь про чудо-женщину. И Супермен у меня, либо Рэйвен погибают. Да, иногда такое случается. Но давайте сейчас будем это все как-то, скажем так, вспоминать. Атаковать правильно. И тогда мы пройдем полностью все пять поединков. Либо я сольюсь на третьей, либо пятой битве, из-за того, что сделаю что-то не так. Ну, по сути, как и в предыдущий раз. Вроде Тима была собрана шикарно, но я слился. Потому что слился. Что ж, Красный Сын Супермен, Зеленый Фонарь, Чудо-женщина. С этой темой мы разберемся. Кстати, на ней 100% стоит Лек Скорп. Потом Лига Убийц. И потом Четвертый Мир. Давайте глянем даже. Хотя нет, не совсем. Ну, Лек Скорп есть, но здесь, кстати, на Супермене стоит Джезл. Здесь Лига Убийц есть, но стоит при этом другая немного экипировка. Ну, и на Зеленом Фонаре Четвертый Мир. Я запомню, что на Зеленом Фонаре Четвертый Мир, хотя это и так понятно, когда он будет при первом спецприеме восстанавливаться, либо врубать свой дебильный щит. Это ясно. Что ж, посмотрим. Загружайся игра. Сейчас мне интересно, конечно, как я сумею победить эту тиму. Довольно легко. Довольно легко ее одолеть, но есть небольшие нюансы. С Зеленым Фонарем справится очень-очень шикарная Чудо-женщина. Потому что у нее есть удары тапами, которые довольно неплохо справляются против вообще вот брони Четвертого Мира, экипировки. Ладно. Окей. Первым играем, конечно же, с Суперменом. Надо накопить спецприем 2, ну и вынести этого Супермена. Потому что, ну, зачем он нам? Для чего он здесь вообще находится? Иди вон отсюда, оттуда, откуда прилетел. Так. Ну, здесь он сейчас блок поставил, в этом-то и проблема. Если бы он блок не поставил, было бы все, конечно, гораздо легче. Но я сам не дождался. Ну, в любом случае, он загорелся. После этого мы сейчас накопим спецприем 1. Ну и добьем его уже спецприемом 1. У него ж нет такого свечения, как у меня. Да, и, кстати, я научился, наконец-таки, пользоваться своей пассивкой у Супермена Инджасти. Да, в предыдущем ролике я немного не совсем понял, как она работает. Сейчас я более-менее это понял. И в прошлый раз я играл просто Суперменом Инджастисом только второй раз. Поэтому и возникали вот такие вот небольшие проблемы. Так. Кстати, эту тиму, мне кажется, вообще одним Суперменом можно вынести, если постараться. Ставят блок? Нет, не ставят. Вынесли. И по тебе, получай. Немного, конечно, урона. Тихо, 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 тихо. Так. Отлично. Давай, давай, давай. Наноси, наноси спецприем 2. Давай, молодец. Просто супер. Сыграно. Просто молодец. Ну, блин, послушный, послушный зеленый фонарь. Еще немного нанеси урона. Бац. Давай, бей теперь. Ох, как хорошо-то сработано. Так, ну и теперь, блин. А вот кого-кого, и его с спецприемом 3 я не ожидал. Ну, да, бывают иногда и такие проблемы, когда ты не ожидаешь увидеть персонажа, и тут на тебе он выскакивает. Ладно, хорошо. Забирать у него, по сути, нечего. Поэтому добиваем, просто добиваем его спецприемом 2. Отлично. Ну и остается у нас только один чувачек, с которым нужно как-то разобраться. Пока не знаю, конечно, как. Хотя знаю. Знаю. Знаю, знаю, знаю. Давай же, блин, не блокируйся ты. Отлично. Наносим урон. Все-таки он заблокировался. Хотя при этом я его бил, он вообще блока даже не поставил. Давай, наноси урон. Женщина. Делай, как я говорю. И тогда мы выиграем. Так, отлично. И сейчас наносим спецприемом 2. Он не успевает встать. И на, получай. Давай, давай, давай. Наносим урон. Еще немного. Отлично. Дальше вызываем Супермена. Наносим еще один урон. Он не успевает блокироваться. И еще один удар. И еще один на добивание. Так, фу, хорошо. Так, дальше. Дальше мы вызываем Рейвен. Наносим еще один спецприем. Он горит. И плюс еще вот такой вот небольшой урончик добивает его. Блин. Но все же он начал восстанавливаться. Практически его прикончил. Практически. Но бывают иногда такие проблемы, когда вроде бы как прикончил персонажа. Вроде все хорошо. А он, козлина, начинает восстанавливаться. Так. Иди сюда ко мне. Вот, блин. Я думал, он сейчас бить меня начнет. Он взял блок поставил. Как всегда, по сути. Ладно. Наноси урон. Хорошо. Так. А, вот сейчас мы его как раз таки и подловили. Сейчас как раз таки мы его и подловили. Так, наносим урон. Отлично. Он падает. Ну и дальше добиваем спецприемом 1. Победа. Да. Ну, конечно, бой продлился довольно долго. И это только первый был. 2 минуты 28 секунд. Я-то думал, будет все гораздо быстрее. 378 тысяч урона я нанес только одним лишь Суперменом. Неплохо. Неплохо. Фу. Это был потный бой. Ребят, реально потный. Потому что, вы понимаете сами, 30-ти градусная температура сейчас у нас на улице. И плюс еще я сижу здесь с такими-то персонажами сражаюсь. Давно у меня такого не было. Битва номер 2. Битва номер 2. И здесь Бэтмен, Супермен и кто-то еще. Я просто не посмотрел, кто. Но я увидел экипировку, что у одного из персонажей экипировка стоит на 300. Это говорит о том, что, скорее всего, там экипировка немножко левая будет. И поэтому персонажа можно будет быстро одолеть. Хотя, возможно, я ошибаюсь. И сейчас нас по-быстренькому разобьют. Нет. Но такую команду навряд ли. Что ж, посмотрим. Ох, Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен. Как я не люблю против тебя играть. Потому что ты исчезаешь. По тебе урона как такового не нанести. Приходится просто лупасить и все. Ну, блин. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я готов продолжать. Пришлось немножко отойти. Потому что, блин, ну это жестко. Это очень жестко. Что ж, смотрим. Битва 4. Чудо-женщина. Чудо-женщина. Лига справедливости. Бэтмен на заре справедливости. Супермен и Джастис 2. Чувствуете небольшую фишку? Рэйвен? Бэтмен. Бэтмен исчезает. Рэйвен исчезает. Я также уверен, что там стоит посох загадочника. Давайте глянем. Нет, кстати. Лекскорб. Странно. Здесь Лига убийц, что ли? Да, практически. А здесь что у нас? Четвертый мир. Отлично. Хорошая экипировочка. Ну, давайте посмотрим. С Суперменом, кстати, довольно легко разобраться, когда на нем стоит экипировка четвертого мира. Я вам покажу как. Чудо-женщина нам в помощь. Поэтому, если я прикончу Чудо-женщину и, скажем так, Бэтмена на заре справедливости, то Суперменом легко разобраться будет лишь одной только Чудо-женщины. Я это уже делал, я посмотрел, что тапами, удары тапами работают просто шикарно. Накапливается быстро спецприем у Чудо-женщины. Я не знаю пока что каким образом, не определил. Но при этом она очень-очень хорошо играет. Ну, смотрите, довольно часто блокируется, но у меня еще щип, я сиял. Блин, ладно. Так, так, так. Ну и давай, атакуй. Блин, ну как так-то? Ну он-то блок не поставит. Ну почему? Почему ты сменил персонажа? Я тоже сменить должен. Я просто обязан это сделать. Ты не очнешься у меня, пока я этого не захочу. Так, смотрите, он встает. Он даже блокироваться сейчас не будет. И первый урон пошел. Да, вот таким вот образом можно победить Супермена Инжастис 2 с экипировкой четвертого мира. Именно так. Он будет восстанавливать здоровье. Вот этого я не ожидал, конечно. Ну ладно. Что мы с тобой будем делать, Бэтмен? Бэтмен, что мы с тобой будем делать? Скажи мне, пожалуйста. Конечно же, забирать твое здоровье. Пытаться. Ммм, нет. Нет, 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 нет. Что-то пошло определенно не так. Нет. Тихо. Только не забирай ее здоровье. Пожалуйста, вынеси. Просто вынеси. Ху, отлично. Неплохо, кстати, сыграно было. Да, Бэтмен, чувствуешь? Чувствуешь, когда ты еще знаешь, как мне плохо становится из-за того, что я по тебе урон нанести не могу? Ну, здесь я первый использовал. Сейчас он появится. Так, ставим блок. Отлично. И второй сразу же на добивание. Получай. Блин. Ну, как так-то? Ну, ты не мог закосячить так же. Наносим первые спецприемы, потому что он сияет. Это одно. Это ладно. И плюс еще мне надо восстановиться немножко. Так, это совсем уже другое. Так, давай-ка, Супермен, иди сюда. Угу. Угу, угу, угу. Что тут делать? Честно говоря, я сам не знаю даже. Не догадываюсь. Ох, нет. Тихо, тихо. Фух, хорошо. Хорошо, ты остался в живых. Но он восстанавливает при этом здоровье. Так, ладно. Нет, смотрите-ка, я думал, что он сейчас и дальше будет восстанавливаться. Но нет. Фух, блин, повезло. Вот сейчас двумя персонажами, которые все время восстанавливаются, сложно возиться на самом деле. Ох, о, да-да-да, оглушение. Смотрите, какой жесткий урон я только что нанес. И все благодаря экипировке. Все благодаря экипировке. Так, все, одну часть мы ему сняли. Остается еще одна. Думаю, сейчас разберемся. Так, здесь ставлю блок. Блин, тут бы мне накопить было бы неплохо спецприем 2. Потому что я хочу восстановиться. Не-не-не-не, нет-нет-нет-нет-нет. Не добивай, не добивай, пожалуйста. Все хорошо. Блин, он сейчас мне его прикончит. Фух, я смениться успел. И тут он не успевает ничего сделать. Да, все, еще одного персонажа добили. Получай, получай, зараза. Так, ну тут у меня должен был вообще по сути щит сработать. Ну да ладно. Наносим спецприем 1. Так, отлично. Блин, вынесли. Ну что ж такое. Окей. Так, что-то ты тут разогнался слишком. Вот так, победа. Добили команду, добили. Хотя было сложно, ребят. Реально было сложно. Здесь как бы, блин, 702 тысячи урона за 2 минуты наносишь. Ну это жесть просто. С этими командами, обычной сборкой, там, с левой какой-нибудь экипировкой. Ну не разобраться. Просто не разобраться. Здесь идет какая-то четвертая битва. И, блин, сейчас вот последняя битва будет. И убийца Мороз. Убийца Мороз. Последняя битва. Но при этом она не успеет использовать свой спецприем 1. Потому что у меня есть Супермен Инжастис 2. А против Убийцы Мороз Супермен Инжастис работает просто замечательно. И, конечно, здесь есть небольшие проблемы с тем, что я могу не успеть накопить спецприем 2. Либо закосячить, и она заблокирует его. И тогда, да, возможен проигрыш. Возможен проигрыш. Я не отрицаю, что он может быть. Потому что последние битвы, они порой приносят небольшие сюрпризики, о которых ты даже и не знал раньше. Поэтому, что ж, будем смотреть и будем надеяться на лучшее. Но пока что я верю только в одного лишь своего Супермена Инжастис 2. Против Убийцы Мороз, конечно же. Что ж, смотрим. Опять долгая загрузка. Блин, я уже хочу победить наконец-таки ее. А загрузка мне этого не дает сделать. Ладно. Что ж, блокируйся, блокируйся. Пока есть возможность, блокируйся. Мне главное накопить сейчас спецприем 2 и вынести тебя нафиг. Потому что ты меня немножко напрягаешь. Даже не немножко, очень сильно напрягаешь. Так. И сейчас она блокируется. Ну да, да. Блин, ну все понятно. Она блокируется. Все ясно было. Так, ладно. Хорошо. Что-то ты не нанес урон особо. Синестра. Синестра, что-то ты промахнулся. Кстати, сейчас, по-моему, на Синестра испытание идет, если я не ошибаюсь. Блин, оглушить бы тебя и после этого нанести Рейвен по урон было бы вообще шикарно. Ну, а так пока что как-то так. Ага. Ну, давай. О, бац, отлично. Почему сменился ты персонаж? Не хочу сменился, чтобы персонаж. Блин, это неправильно. Надо снять с себя сияние. Наносим урон и выпускаем Супермена. Хоп. Блин. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, давай, давай. Накапливай спецприем. О, давай. Отлично. Блин. Убийца Мороз, ты попалась на эту шнягу. Ты все же на нее попалась. Я рад. Я рад за тебя. Очень сильно рад. Наносим урон. Гребаный урон. Маленький очень. Да, блин, хватит блокироваться. Ну, хреб блокироваться. Ё-моё. Убийца Мороз, когда ты успокоишься наконец-таки? Кстати, ты не добил пока что мою Рейвен. Молодец. Ну, теперь хотя бы все стало на круги свои. Тихо. Тихо. Ты куда меняться второй раз-то пошла? С ним нельзя второй раз меняться. Ты что? Блин, женщина, что ты сделала только что? Рейвен. Опять, блин, промах с этими уронами. Добильными. Я думал тебя оглушить на самом деле. А, тихо, подожди. Ты там какой-то урон наносил, но я не понял какой. Блин, почему у меня все покоцаны, а там еще все живые, даже здоровые? Ох, блин, даже не знаю, что делать. Ладно, будем играть ею, потому что у нее хотя бы стоит что-то интересное. О, да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо, хватит только избивать, меняйся наконец-таки. Фу, ну, отлично. Вот просто замечательно. Хоть от одного перса избавился. И то хорошо. Так. Сейчас надо как-то мне его возродить, что ли, я не знаю. Блин, выскочит, не выскочит Синестра. Я боюсь, что Синестра может выскочить, и тогда будет полный хаос твориться здесь. Так, ладно. Восстанавливаемся. Ставим блок. Ой-ой-ой. Вот и Синестра, ребят. Вот и Синестра. Хорошо, что я знал, что у меня есть еще одна полоска. Если бы я этого не знал, то было бы все очень плохо. Так, Синестра выносим так. Дальше смена. Давай-давай-давай-давай. Жмись. Спецприем 2. Блин. Ну не вовремя ты жмешься-то, а. Какая чухня работает на этих персонажах? Я понятия не имею. Ё-моё. Нет, все. Ну это капец. Это просто капец. Почему не сработало тогда, когда требовалось сработать спецприему? Ну сейчас я просто для восстановления использую его. Потому что по-другому никак. Но он сиял. Это я видел. Это я видел. Это не закос был. Просто потому что, ну по-другому никак. Давай. Бац, нанес урон. Молодец. Восстанавливается теперь он. Сильный, сильный персонаж. Сильный. Ничего не скажешь. Фу, блин. Ёшкин кот. Не знаю, как их победить. Это сложно. Вот на последней битве всегда очень сложно. Но тут я тоже не знал, что делать. Вы посмотрите. Они восстанавливаются без каких-либо проблем. Плюс мне вынесли моего самого интересного персонажа. Можно сказать и так. И тут сейчас максимум, что мне поможет, это, конечно же, пассивка Супермена. Хотя все. Пассивки уже больше нет. Да. Ну и здесь я сам закосячил. Ну, блин, он сиял. Но что я мог сделать? Мне восстановиться надо было. Мне надо было восстановиться. Да, да, да. Проиграл. Проиграл. Признаю. Признаю свое поражение. Признаю. Потому что здесь все. Нереально. У меня нет сияния. У меня нет моей пассивки. И здесь поражение, конечно. Ну, тут, конечно, команда была просто жесткая. Я не знаю, как они так выигрывают. Просто не знаю. Нанести 382 тысячи урона Суперменам и не приложить ни одного. При том, что они блокируются и вечно побеждают. Почему-то последняя битва, она как будто бы непроходимой стала. Вот все время, как я играю. Один раз только получилось выиграть эпическую битву. И все. А дальше какой-то хаос творится. Что на них стояло такое, что я не мог пройти? Вот Убийца Мороз, я тебя прошел. Ну, блин, я не знаю. Ерунда какая-то стоит. Броня, Лекс Корп, коллекция ножей, Жезл. Тоже говно какое-то. Четвертый мир. Тут какая-то таится тайна. Тайна. Очень большая тайна. Почему я не могу пройти этих персонажей? Я не знаком с большинством броней. Особенно, ну, ладно. Вот эту броню я ее вынес. Вынес довольно быстро. Что здесь-то такого они делали? Ну, хотя, возможно, из-за того, что четвертый мир стоял. Возможно, в этом-то была проблема вся. Плюс Рейвен. Плюс Рейвен просрала свою пассивку два раза. Два раза. Просто вот первый раз она, ладно, отняла здоровье. Но при этом все равно Синестра остался жив. И второй раз она, по сути, просто просрала ее. Потому что, блин, было мало здоровья. Она взяла и два раза поглотила. Ну, это неправильно немного. Но что поделать. Проиграл так проиграл. Смирюсь с поражением. 30 минут записываю вот эту вот гребаную серию. Не знаю, каким образом. Я буду ее нарезать. Это 100%. Хотя, может и нет. Ну, не знаю. Но бои очень долго длятся. Очень долго. Вот, посмотрите. Я начинал... Сейчас скажу. 20 минут назад была первая битва. Вот за 20 минут я даже эпическую битву не прошел. За 20 минут. При том, что победа от одной до другой битвы была целых 6 минут разница. Но это жесть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok